Welcome, 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 ребятушки мои. У нас сегодня уникальное видео, в котором вы можете выиграть приз. А, блин, приз-то надо было показать в этом записи. Давайте еще раз его покажу. Приз это спиннер, который нам лично подарил игрок команды Shalke 04 Amazing. Вот так вот этот спиннер выглядит. Давайте побольше сделаю экран, чтобы вы понимали, что я никого не обманываю. Вот он спиннер, он у меня в руках. Его я вам пришлю домой по адресу, где бы вы ни жили. Если там есть почта, не Россия, а любого другого государства тоже годится. Я вам его пришлю тем, кто его выиграет. Выиграть его очень просто. В этом видео надо будет просто оставить лайк, быть подписанным на мой канал и оставить любой комментарий. Может и все, что хотите там написать. А вообще это видео приурочено к тому, что вот парень с ником BulldogM41, он попросил нас сделать анализ его игры. 500 рублей на это кинул. Вы знаете, что про 500 рублей. Я эту цифру 100 лет назад еще придумал, ничего не меняю. Инфляция уже такая, что надо по полторы тысячи брать. Хотя, если честно, я уроки-то забыл. Забил немного. Было еще где-то, наверное, человек 6-7 до этого, которые тоже уроки просили. Они знают это сами, что они просили. Я им просто кидал старые мои уроки, и они говорили, ой, спасибо большое, нам и их достаточно. Ну, бесплатно, как говорится. Уже все сделано, зачем повторять? То же самое, что было сказано. Давайте по порядку. Этот парень на данный момент играет на RU сервере. Он находится в L Silver 3. До этого он играет 6 сезона. Ну, если это его личный аккаунт. Бронза 2. Да, действительно, такие люди существуют. Silver 4. Ну, вот сейчас он в Silver 3 повыше поднялся, но до золота так и не добирался. Судя по тому, что я вижу здесь из тех данных, которые нам даются, он застакался. То есть у него идут там вроде победа, а потом поражение, победа, а потом поражение. И по винрейту это тоже хорошо можно увидеть. 49% значит надо что-то менять. И он решил не менять стратегию самостоятельно, а просто обратиться к умным людям. Но умных людей я не нашел, поэтому обратился ко мне. И мы видим с вами, что у него пока он не определился с линией. Судя по всему, можно сделать предположение, он играет мидера и адекерия. Но тут очень сложно так это все конкретно оценить. И поэтому я сразу же первый пункт ему же в совет, и вам тоже, тем, кто это видео сейчас смотрит, или те, кто смотрит в прямом эфире, дам. Если вы где-то застакались в Элла, то, возможно, это связано с тем, что вы играете неправильного чемпиона. Это относится к тем людям, которые, ну, как бы, играют только одного-двух чемпионов. И можно просто поменять этого чемпиона, и все будет у него хорошо. Возможно. Просто этот чемпион не твой. Ну, бывает такое. И не надо себя обманывать. В Лиге Легенд более 140 чемпионов. Не надо обманывать себя, что, ой, мне просто Анивия очень сильно понравилась. Ну, это я сейчас Анивию у него здесь увидел. Там Азин мне очень сильно понравился, все, буду играть только на него. Помимо Азира есть схожих по схеме чемпионов огромное множество. Не говоря о том, что еще есть разные линии, которые тоже тебя будут развивать. Поэтому самый первый совет это определиться с тем, что ты собираешься играть. И это должно ярко выделяться. Ну, по крайней мере, вот эти вот все чемпионы должны быть односторонние. То есть, все должны быть мидеры. Или все должны быть адекерри, саппорты, топеры и так далее. А там какие-то добавочные. Это если ты попал не в ту линию. А здесь у нас что получается? Мидер, топер, мидер, контроль маг, мидер. 2, 3, 3 адекерри. Ну, вот если мы дальше нажмем, я не удивлюсь, что там еще будет какой-то разношортный. Вот опять топер появился. Мидер, мидер, адекерри. Давайте седьмой сезон поглядим, что у него было. Мидер, 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 адекерри, адекерри. Ну, вот здесь вот более-менее адекватно все было. И вот Анивиа, я смотрю, у него лучше всего получается. По винрейту, по крайней мере. Здесь у него Амуму еще был какой-то. Но он, видимо, забил на лес. Перестал верить в лес. Мы не будем сейчас рассказывать про те самые вещи. Про это будет отдельный ролик сделан однажды. Не волнуйтесь, он будет сделан до чемпионата мира. Ну, так, по крайней мере, я задумывал. Ролик, как подниматься по Эллу. Мы не будем это здесь рассказывать. Там будут фишки, как подниматься по Эллу. Здесь мы конкретно анализировать будем его игру. И давайте тогда посмотрим Анивию, игру победную. Наверное, вот эта игра у нас попадет в список, потому что мы его взяли в аккаунт. Она есть здесь в списке? Да, есть вот эта вот 9, 2, 13. И надо пару поражений его посмотреть. Но не такие, где он 2-1 сыграл. Это не поражение. Вот это вот 6-5-5 можно поглядеть. 6-5-5. Что тут у нас получит? Эвелинка какая-то? Что-то у них нет. Какой-то дурацкий сетап. Тут выиграть почти невозможно было этим сетапом, если их фиора не какущая оказалась. А скорее всего там так и было. Я не смотрел его аккаунт о этом. Мы все в прямом эфире делаем. Поэтому не удивляйтесь. Да, 3-8 здесь фиора отыграла. Поэтому на это глядеть нет никакого смысла. Блин, найти по игру. Так, давайте. А что нам здесь аккаунт позволит посмотреть? Поражение. А, ну вот, кстати, поражение на Свейне. Вот это вот. Давайте с него-то я начнем. С поражения на Свейне. По предметам вроде стандартный Свейн. Вот Леандри не особо часто берут. Все же на Свейна чаще берут морелку, чтобы резать отхил. Ну, это так часто, что я увидел. Он мне дал свой аккаунт, чтобы я смог зайти. Ребят, не волнуйтесь. Я ни у кого ничего не украл. Играть я с этого аккаунта не собираюсь. Я просто пользуюсь тем, что парень дал, чтобы мы могли удобненько смотреть его игры. Ну что ж, давайте, смотрите. Он застакался у нас в мид. Взял телепорт против Фанечки. Не знаю, как там баны-пики проходили. Ничто не остановит. Да, 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 да. Ничто не остановит. У нас, получается, они были на синей стороне. И Ривенка на топе с Игнаетом. Кендредка. Выигрывать эту партию точно можно было. По пику я вижу, что здесь все играбельно. У оппонентов есть танк, есть танк-инициатор, есть ютилити. Это про люксу, конечно, уже идет речь. Есть гиперкерри Джинкса. Здесь тоже есть гиперкерри. Это Варус и та же самая Кендредка. Чуть меньше танков, но для этого Свен здесь даже идеальным выбором, если так задуматься. Галлио, наверное, был бы совсем идеальным выбором. Ну, если ты Галлио не играешь, то при чем здесь это? Мы не будем придираться к Ласхиту. Человек в Сильвере находится. Поэтому, ребят, никто не смеет смеяться в чатике. Все нормально. Захват, говорят, надо поменять. Захват мы, конечно же, поменяем. Не волнуйтесь. То, что я его забыл поменять, это бывает. Все чемпионы, которых я назвал, они так и остались. Все нормально. Вот поэтому я четко решил оставить, потому что я знал, что я где-нибудь зафейлю обязательно. Давайте еще раз повторю. Танк. Танк-инициатор. Ютилити-ютилити. Гиперкерри. Здесь у нас Ревенка, Кендредка и Свейн. Лучше всего было бы Галлио, но можно и Свейна. Все нормально. Поехали. К Ласхиту не обращаем внимания. Ну, если там, блин, не совсем дурацкие какие-то ошибки, а такие адекватные. Из вообще игры, которую я сколько играю в Лигу Легенд, я понял одну простую вещь, что самый дефолтный способ, который есть остановить оппонентов от инвейда, ну, в данном случае инвейд у них был возможен из-за люксы, это прийти сюда и просто поставить вард вот в эту точку. Либо в эту точку, если вы более опытный по времени ориентируетесь. Если вы сразу бежите, ставите просто вард в этот куст и спокойно возвращаетесь на линию, никаких проблем не будет. Это, конечно, работа джанглера, но ваша работа тоже может быть. Это я к чему веду? К тому, что, ладно, если вы там пошли кофе попить, там кто-то в туалет, кто-то сигары докуривает свои, кто-то там девушку мацает, у кого что, это понятно. Но хотелось бы все же не стоять вот так под вышкой, это так. Просто небольшой упрек, скорее, а не критика. Это именно упрек, что так делать не стоит. Ну что ж, вместе с крипами он сдвинулся, это все нормально. Оппоненты у нас... Че вообще? Где их джанглер? Я хотел посмотреть, а, то есть, смотрю, Анечка вроде была здесь, но она же не пулила горы, она смотрю, ботлайн тоже не запулил. И нашел я ксенжао, ксенжао находится черт знает где. Сразу вам скажу, что я не свейнмейнер, поэтому мне будет сложно оценить конкретно по комбинациям, которые он будет за свейноделать. Я могу просто рассказать, учитывая, что он видит в этой игре, как он должен был действовать, как я бы действовал. Ну, во-первых, я бы посмотрел, какие правильные билды. Там, Абисал Маск либо Руа первым предметом. Давайте посмотрим, чтобы камера никуда не летала. Абисал Маск либо Руа первым предметом. Вторым предметом Жоня. Ботинки желательно в этой игре мерки. Огромное количество контроля у оппонентов. И дальше я бы брал, наверное, Морелку из Горена и Ксенжао. У них очень хороший отхилл. Да и Джинкс будет тоже с лайфстилл предметами. Ее бы тоже резать пришлось бы. Но главная, наверняка, проблема в Сильвере у большинства игроков это не в Ласхите, а именно в понимании концепта самой игры. Вот, например, в этой партии, когда ты играешь за свейна, твоя главная задача просто не умирать, а баничку. То есть вся твоя задача это тупо не умереть. Я вдруг понял, что у меня звук идет из игры. Да, да, сейчас уберу. И камеру надо вернуть на свейна. Что-то она не хочет меняться на свейна. Поэтому каждый игрок, который будет здесь играть... Тап надо еще, кстати. Столько всего надо сделать. Не так мало я могу. Фиксация камеры. Где здесь? Как поставить, чтобы вот эта штука была здесь закреплена? Не понял. Может, это вот из-за этой штуки такое можно сделать? Нет. Здесь обычно была кнопочка. Я на нее нажимал и менял. А сейчас... А, вот. Все. Прошу прощения. Нашел я наконец-то ее. Все. Вот, что я хотел сделать. Прошу прощения. Разобрались. Ну, так вот. Все. Теперь я готов полностью. У нас он начал с Дарана. Даран нормальный для сустейной линии. Предмет у вас не будет кончаться мана. У вас куча здоровья, чтобы у вас нельзя было шотнуть. И против Анечки, наверное, самое выгодное. Это два действия. Если у тебя агрессивно играет джанглер, ты видишь, что он может играть агрессивно. И сам по себе тоже является агрессивным чемпионом. Кендрэдка под них подходит. Можно запушивать Анечку. И таким образом помогать ему в агрессии на джанглера оппонента. Либо просто фризить линию по центру. Как, в общем-то, наш главный герой сейчас и делает. Перематываем немножко вперед. Он здесь пока нормально фармится. Все. Зашибись. Произошли убийства на ботлейне. Мне, ну, в такие моменты могу только посоветовать. Ну, сам про себя можешь, конечно, позлиться. Там еще и на топе умер паренек. Ну, хотя бы размен килл в килл сделал. Но ни в коем случае не флеймить их и не флеймить джанглера. Потому что джанглер, если он начнет тильтовать, вы, скорее всего, проиграете партию. Тут ганг выходит. Наш герой должен сразу будет отфлэшиться, скорее всего. Хотя не обязательно. Я бы здесь не флэшился. А вот Ешка, если она есть, я бы сейчас ее прожимал. Да, он чуть-чуть припозднился с ней. Ну, дал с запозданием, когда получил ста на Танечке. Никого убить не смог. И вот в такие моменты, когда вас прогангали, и ты видишь, как линия стоит, и смотришь, сколько у оппонента маны, вы должны потратить этот ринкет. Через стеночку. Вы знаете, где был Ксинжао сейчас. Пойти просто через стенку поставить этот вард. Я вижу, что он этого не делает. И можете дальше стоять фармить. Санечка тебя не убьет. Ей не хватит ничего. Но нельзя щасреколиться ни в коем случае. Должен аккуратненько попытаться снова выровнять линию. Либо запушить, если есть такая возможность. На миде это сложнее сделать без маны. Ну, посмотрим, как наш герой. Он фризит решил. Вот то, что вард не поставил, это плохо. Я не удивлюсь, что его за этот вард сейчас могут и убить. На повторном ганге. Но он, правда, флэш так и не потратил, помните. Пока все удачно. Никаких претензий. Здесь он делает все, как положено. Что же касается того, когда же ему делать бэк. Сейчас посмотрим, сколько у него золота. Это, во-первых. У него тысяча золота. Первые бэки для такого чемпиона, который играет через каталист, должны включать в себя каталист. Ботинок желательно, чтобы быстрее вернуться на мид. И пенкварт. Так что 1350. Это вот та цифра. Но учитывая, что у нашего героя есть телепорт, он может даже его пообузить. Но вот он решил сейчас реколиться. Он 1200. Видимо, из-за того, что мана кончилась. Каталист покупает. Видите, недофармил немножко. Он не дофармил не из-за того, что он плохо фармился. А из-за того, что он просто решил сделать рекол немножко раньше, чем должен был. Но, с другой стороны, пытается забузить то, что он взял предметы и сделать all-in по Анечке. Идея с all-in по Анечке неплоха. Только вот незадача. Помните, что я говорил в начале видео? Вспомнили? Твоя задача не убить Анечку, а просто не умереть от нее. Да, нам повезло. Мы убили в итоге Ксинджао. Но тебе не нужно ее убивать. Ты не Лебланка, ты не Зет, не Талон. Хотя сыграно было хорошо. Но сыграно, если бы ты был Зетом, Талоном, Лебланкой, Синдрой, Арианой в той же мере. Ты бэкаешься, закупаешь предметы перед шестым уровнем. На телепорте возвращаешься на линию и делаешь all-in по противнику. Это стандарт для них. Ну, там без телепорта только многие это делают. Ты просто ножками возвращаешься на линию. Здесь же он это сделал, будучи с Вейном, который просто контроль маг с тонной урона и танковости. Можно было прилететь на телепорте, отзонить Анечку и зафризить линию. Можно было получить шестой уровень вместе с ней, запушить линию. И потом просто ножками вернуться и сохранить ТП для оленя на топ или на бот. Посмотрим, как он будет дальше играть. Пока поставил вард и роумить он не будет сейчас. Судя по всему, роумить только если на бот-лейн идти, там помогать. Что-то на Скиндредка умудрилась делать. Но пока я не вижу такой проблемы. То есть я вижу, что человеку может быть просто количества игр не хватает, чтобы подняться по Элла. То есть он явно играет не на Сильвера, а Русервера, по крайней мере, точно. Туман включи, нечестно же. Не, ну что туман? Можно включить, конечно, туман. Но мы-то видим, варды, видите, были поставлены. На карте-то они все равно видны. Анечка опять здесь дает по нему ульту, но это не страшно. Он никак здесь умирать не будет. Посмотрим, какой он предмет будет собирать. А тем временем Горен уже стал 5-1. Горен, в общем-то, не проблема для команды, а проблема в том, что у вас нет ривенки. Вот в чем проблема. То есть многие такие вещи не понимают и не понимают, почему я в Сулуку иногда ругаю человека за статистику 0.5. А в другой раз не ругаю человека за статистику 0.5. И они думают, что я просто хейтер. Я просто вижу ситуацию, что вот эта ривенка, она мертвая. Все, она больше не игрок. У нее 19 фарма на 10-й минуте. Она 1-4 раскормила Горена и при этом ничего на этом не заработала. Ульта, которая сейчас Своен давала, она была адекватная. Ребята, не волнуйтесь. У Своена довольно быстро ульта откатывается. Хотя они, по-моему, этот КД меняли. Сейчас она не откатывается каждые 2 минуты. Хотя нет, он 90 секунд. Да, это 2 минуты. Так что это хороший таймер. Можно нажимать ее для жесткого запушивания и уходить на рекол. Линия по факту к 10-й минуте выиграна нашим героем. Он молодец. Но вот сейчас начнется, из-за того, что вышка на топе умерла, начнется медгейм. И посмотрим, как он будет на него действовать. У него нет сейчас флеша, ни телепорта. И недостаточно обзора. И с этого бэка он не купил пинкварт. У него вообще 500 золота было. Я так понимаю, он решил, что ему на руа пока не хватает. И решил копить. Но копить можно и без 75 золота, которое бы ты купил и сейчас поставил. Не удивлюсь, что вот из-за этой точки его сейчас могут убить здесь. Анечку он видит. Снова делает агрессивный ол-ин в нее. Хотя, опять же, повторяю, ему не надо ее убивать. Ему все, что нужно, это не дать Анечке нормально роумить по карте. И сейчас он даже в минус себе разменялся. Потому что Анечка пошла фулл АП. То есть она все деньги вкладывала в обилити пару. У нас часть денег ушло в руа не настакана еще. То есть у нас просто здесь 225 здоровья и 300 маны. И Ксена мы видим. Ксена видим. Делает ульту, чтобы отпушить. Ванечку... А, видимо, не видел он. Ксена, видимо, невнимательно посмотрел наш бульдог. Хотя он все равно сделает келл. Хорош. Хорош. Действительно хорош. А где Ксен? А Ксен где-то заблудился. А, вот и он. Наконец-то. Просто Ксен должен был... Полегче, полегче к Синджау. Бежать, конечно, тут не получится никуда. Уже Горен его тоже перехватывает. И, да. Флэш главное не тратить. Флэш он здесь не потратил. Это вина не нашего героя. Даже если бы Горен с Ривенской линии сюда пришел просто как Горен. Ну, не раскормлено. Это тоже была бы проблема смерть. Проблема в том, что Ривенка, она непонятно чем сейчас занимает. Она пришла на боты, там танцует. Возможно, что-то было в чате, что спровоцировало Ривенку вот так себя вести. У нее тут куча фарма сейчас умирала, которую она могла забирать. Но Свейн это такой чемпион, сами понимаете. Он не может роумить так по карте, как остальные. Но на руа он накопил и пинкварт купил. А вот этот телепорт я ставлю минус. Гигантский. Телепорт ему пригодился бы для очень важного сражения на боте. И если уж хотел он телепорт потратить, то лучше было идти забирать Ривенки в фарм. Пропушить линию досюда и на ТП вернуться на мид, прикрывая вышку. Это так, кто было бы лучше. Потому что сейчас он потратил телепорт туда, где он и так находился. И сразу же прилетел под Горена, который дает по нему прокаст. И судя по всему, это будет сейчас смерть. Ну да. Хотя успел. Успел под Кендредку залезть. И хватит ли ему урона? Хватило урона. Молодцы. Ну пока наш герой единственный, кто герой. Ну вместе с Кендредкой в этой партии. Они изо всех сил стараются. Ой, хорошая притяжечка. Только вот незадача. Напоминаю, что Анечка фулл АП была. И если мы вернемся сейчас назад, где-то здесь был этот момент. Анечка тогда дала по нему прокаст на минус одну треть здоровья. Такие вещи надо учитывать. Если она тогда дала на минус треть здоровья, то и сейчас она даст на минус треть здоровья. Ты должен, пока не купишь магресс, избегать это все. Эта смерть была глупая. Но я не могу сказать, что избегаемая. То есть Анечка тут сама не доиграла. У нее был флэш. Она могла совершенно по-другому сыграть. Перемотаем немножко вперед. Нас не интересует, как тут оппоненты играют и союзники. Нас интересует наш Heroes. И Heroes совершает еще одну ошибку. Но это не такие уж крупные ошибки, которые там матч могут тебе проиграть. Пока я вижу, что Свойна он может брать. И играя на нем, если не будет тильтовать, если ему нравится этот чемпион, он будет поднимать Элла спокойно до... Ну, голд середины он доберется. То есть это целую лигу проскочит. И механика вроде есть, и понимание есть. Заменить вот эти ботинки сейчас пробивания. Да, 18 магического пробивания ты взял. Это хорошо. А теперь давайте подумаем вместе с вами. Я всегда был приверженец того, что когда я что-то подсказываю людям, я стараюсь это делать так, чтобы они сами понимали, зачем я это им подсказал. Эти ботинки дают вам 18 пробивания магического защиты. Соответственно, тебе это нужно брать по трех причинам. Первая причина, которая может быть, это тогда, когда ты играешь за Ассасина, которому надо максимализировать урон в доли секунды. Так как у тебя нет времени долго наносить урон по противнику. Это там Лебланка, Велинка, та же самая Лиза. Ты должен как можно больше урона нанести с прокаста. Которые прокасты, это несколько заклинаний одновременно, брошенные. Это там 1-3 секунды, не больше. Вторая причина, это оппоненты начали покупать магрес. И ты понимаешь, что не купив пробивание, сейчас мелкое пробивание за 800 золота, без вот стафа, которое дает тебе пробивание процентное. Это там маленький хекс-дринкер появился, мерки появились у кого-то. Тогда да, вот можно их купить. Ну и третьей причиной не будет, кстати говоря, я сейчас понял. Я вроде все и рассказал. Третью причину, только можно добавить, что в комбинацию иногда ее берут. Это морелка плюс ботинки, вот эти вот сапоги-чародеи, ботинки на пробивание брони. Но это берется для чемпионов специфичных. Та же самая Лиза. Она не только прокастер, у нее еще просто есть свой собственный урон процентный от количества здоровья противника. И поэтому она берет себе ботинки на пробивание. Морелку берет тоже на пробивание. Войт-став берет. И получается, что она тру-дамаг наносит. Так что в данном случае определенно точно надо было брать мерки. В крайнем случае КДР ботинки, так как у него проблема с кулдаун. Редакшеном на заклинание. То есть смотрите сами. 22 секунды его окон. И главное заклинание, ну то есть главное вот это, это дамаж дилд заклинание. Это понятно. Главное его заклинание это передвижение, которое в око может забросить игрока. Оно 12 секунд откатывается. Там можно было бы сократить на 10%. Но это уже другая история. КДР не советую брать. Чаще всего свои наберут. Нинджа тапки, если много адешников у оппонентов. И мерки, если вот как здесь игра. Смотрите, контроль раз, контроль два, контроль три, контроль четыре. Ну и ады керри. Да, эти два парня тоже наносят физический урон. Но у них нет чемпионов, которых вот купив эти ботинки, ты начнешь прямо унижать. Даже против анечки мерки зашли бы лучше. Ну погляди. Пока вот такие мелкие ошибки, но все равно вы должны это учитывать, когда играете. Вот сейчас сразу видно, уже тильт начался у бульдога. Потому что он пришел на линию с пингвардом. У него есть тринкет. И посмотрите вот на карту. Темнота. 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 Ни черта не видно. И он аж до сюда доходит. Это хорошо, что отсюда сейчас не выскочил Ксен. Хотя, может, он и выскочит. Давайте посмотрим, где находится Ксен сейчас. Ну, Ксен не здесь. Он решил фармиться. А он мог быть здесь, и все. Это было бы ГГ. Прям мгновенно. В такой ситуации, где вот как линия была запушена сейчас, идете, ставите пинг сюда или сюда. Кстати, более безопасный вард сюда будет поставить. Или вот сюда. Это защитные варды. Они помогают джанглеру еще вашему очень хорошо. Ну, и себя обезопасить при помощи тринкета. Этого не было ничего сделано. Ну, и он решил с Анечкой пойти опять в размены. Потому что Анечку же мы побеждали на линии. Соответственно, будем ее побеждать и дальше. А концентрация уже потеряна. Мы видим это с вами. Че купил пинг вард? Почему не пьет сейчас эту хилку? Она тебе восстанавливает 125 здоровья в течение 12 секунд. Она не сразу дает 125 здоровья. Соответственно, ее можно было уже нажать два раза пить. Посмотрите сами на здоровье. Минус 400 у нас относительно максимума. Сразу можно было нажать два раза. И через 24 секунды тебе 250 здоровья пролетит. Этого всего не делается. Это уже такое. Означает, что главный герой наш уже начал тильтовать. Из-за того, что там ривенка не играет. Да, я прекрасно понимаю. Она не играет. Ну, тогда становимся в АФК или чего? Че мы играем тогда? Если мы играем, то мы играем дальше на победу. Значит, максимализируем все, что мы можем сделать. Играем не на 100%, а на все 140. Ну, хотя бы 120. Чтобы каждый из нас, сыграв на 120%, нивелировал отставание этой ривенки, которая играет всего лишь на 20%. Ну, наконец-то, вард был поставлен. А то я уже тут смотрю на эту темноту. Никто не идет останавливать Горена. Догадывается, наш главный герой. Пора туда лететь. А тут вышка упала. Ну, и ривенка здесь начала сражаться. Ну, с другой стороны, наверное, прилететь все равно нужно было. Только вот сейчас надо с ривенкой идти. Надо дальше пропушить и восстановить обзор в этом лесу, потому что это темно. А пинг вард у тебя есть. И ривенка с тобой вместе пойдет. Ладно, это так. Просто мысли вслух. Наверное, не самую лучшую игру, получается, я взял. Но мы возьмем еще игру на Райзе. Герой наш сейчас решил ворваться в лампу. Лампа выжила. И давайте посмотрим повтор еще раз, что тут произошло. А то слишком быстро мы это посмотрели. Что происходит? У нас инвейдит поляка. Поляку ловит Ксин. Люкса заходит с другой стороны. Они убивают Кендредку. И, видимо, это был последний улын. Либо получится, либо нет. Он попал по анечке. Но у нее на стакан стан. И сейчас делает флеш инициацию, да? Нет, даже без флеша это просто инициация. Урона не хватает. Там барьер, взрыв. Слишком поздно, да. Ну, конечно, идти один в три воевать не самый разумный ход был здесь. Но это уже тильт, я так понимаю, сдался. А теперь давайте вернемся к тому моменту, где наш герой затильтовал. По-моему, он тильтанул где-то здесь. Когда я это заметил. Это здесь было? Да, это здесь было. Вот здесь он затильтовал, видимо, потому что Ривенка отказалась эти Горена останавливать. И давайте вместе посмотрим на счет. Счет у нас 11-16. У тебя сейчас... Давайте поменяем местами еще чемпиона, чтобы видеть все именно, как должно быть правильно. У тебя сейчас жестко выигрывает Лесник. Ты жестко выигрываешь Мид Лейн. Равенство, почти 100 равенства. На ботлайне, да, у них там люкса 7-2. Это неприятно. Да, у них Горен раскормленный на это неприятно. Вот два неприятных чемпиона. Всех этих чемпионов побеждает и Кендредка, и Свейн. Это не то чтобы неубиваемые чемпионы. Особенно люксу легко убить за Кендредку. И получается, что наш герой начал тильтовать тогда, когда игра еще была в Виннабл, как говорит наш стример Тайлер Первый. Вот здесь вот надо было принимать решение не оставаться и идти с Анечкой опять в эти размены. Помните, я ругался. А вот куда идти? Вот сюда возвращаться. Останавливать Горена. Ты способен его остановить. У тебя 5000, у него 6400. И он из этих 6400 потратил 300 золота сюда, 1100 золота сюда. Это никак ему не поможет убивать Свейна. Да, конечно, вот нинжа тапки либо мерки лучше бы помогли против него. Но это ошибка. И получается, наш герой просто здесь стоит, ничего не делает. А он может делать. И не надо перекидывать тут на кого-то, что вот если Привенка там была, было бы все зашибись. Но ты же видишь, что ее там нет? Ну, ты же это понимаешь. Она не пойдет туда. Если ты туда не пойдешь, то никто туда не пойдет. Этот вообще вон здесь стоит фарминг, он пытается. Макросин. Киндредка пытается дальше за этими метками ходить и как-то делать скиллы. Интересно, кстати. Киндредка убрать, что ли, здесь? Не, она убила. Но догорит, да? Да, Киндредка. Могла, кстати, мне кажется, остаться в живых. А у Зеленой ульты не было, да? Да, ульта на КД. Ну и видите, никто не пошел. То есть он мог и вышку эту задефать, наш герой. Эта вышка вот, которая у него здесь стоит на медиа, она вообще никак не под опасностью. Анечка не сможет с этими предметами что-либо делать с этой вышкой. А так, было две с половиной тысячи отставания. Перематываем вперед, где нам герои убьют, где он тельтанет. Это где-то здесь был, да, момент? Вот. И мы уже проигрываем 7 тысяч. И вот теперь я могу сказать, действительно, это невинно был уже. Потому что теперь, даже нажмем эту кнопку, мы видим, что здесь такое же преимущество, как было, так и осталось. А вот здесь преимущество уже упало, оно не такое большое стало. Мид уже в равенстве находится. 5,205,700, это считайте в равенстве. Ботлейн отстает просто невероятно теперь, потому что здесь суммарно у них 14 тысяч, наши еле-еле до 9 добрались. Это уже невинно было, потому что глобал золото ушло. Это вышка отсюда, это вышка отсюда. Плюс тильт смерти, три подряд люксия дали. Это тильт смерти. Вместо того, чтобы вылавливать Горена, которого, возможно, бы и пошли все вылавливать, если бы туда сместился Свейн. Ну ладно. Я думаю, досматривать эту игру уже нет никакого смысла. Здесь, в общем-то, все понятно. Это на тильте все было закончено. А так, начальная лейнинг-фаза мне очень понравилась. За это ставлю большой плюс. Так, и давайте Райза я хотел посмотреть. Нет, нет. Аниви, Аниви, да. Аниви, вот это. Где он супер выиграл. Мне просто интересно, это его закерили или он сам выиграл. Во-первых, посмотрим. По урону. По урону не так много. Но это не означает, что он был закерен. Это просто означает, что не так много. Здесь вроде все нормально. Да, так и играют. Так, в общем-то, и играет Аниви. Ну, поглядим. Больше меня интересует лейнинг-фаза, потому что вот эти вот элла очень низкие. Они проходятся, как-то на русский-то перевести, basic, basic, basic. Основами, вот. Они проходят основами. Все эти вот начальные элла. Думаю, вплоть... Ну, на руссервере это вплоть до платина идет. А на Европе это вплоть до золота, среднего золота. Вы просто основами можете сыграть. Правильные руны, правильные предметы, выбор чемпиона сделали. И играйте этого чемпиона дальше постоянно, ничего не меняя. То есть не так, что... Ой, сегодня я хочу Каллисту поиграть. Ай, завтра Мунда, он же ОП. Пойду Мунда поиграю. Две сыграл на му... Да нет, что-то мусор какой-то. О, Грейвс! Пойду Грейвсом стрелять. Пиу, пиу, пиу! Блин, не, нами мне больше нравится. Нет, так не работает. Так не работает, ребят. В этот раз наш герой на красной стороне. Посмотрим, как он будет. Стойте. А, вот теперь он в правильную точку пошел. И они сейчас еще Презика убьют. Как у него там никнейм? Короче, Мастер Рей убивают. Пока они его убивают, я тут все настрою. На эту была кнопка, да? Да, на эту. Что-то они его не убили. Ну, там только один контроль, поэтому сложно убить. Одним контролем чемпионы так легко не убиваются. Красная сторона. Давайте смотреть. Продолжают они там забрасывать нами заклинаниями. Вообще нами, конечно, с бабла стартующая. Это ошибка. Но в данном именно моменте даже получилось лучше. И началось. Лейнинг фаза. Нормальная вроде схема. У вас ботлайн пулит. Вы стоите против Аниви. Да. Когда вы стоите против Аниви за контроль мага. Свойн тоже является контроль магом, как и Аниви. Какая у вас цель? Анечка, кто не помнит. Это ромящий чемпион. К сожалению, сейчас будет то же самое. Просто здесь не танкового типа инициатор Ари. Но это тоже ромящий чемпион. Ассасин типа, как Лебланк. Поэтому ваша основная задача не победить ее на линии убийством. Вы должны просто выформить столько же, сколько и она. И вы будете тупо сильнее ее. Если она не уйдет вперед. Ассасины в этом и есть их слабость. Они работают только в комбинации с кем-то. И только если они начали набирать сноубол. Если сноубол не набрали, тогда им нужна комбинация. Здесь я комбинации не вижу. С Арии она просто сама по себе. У них тут... Ну, вот Алистар вроде как неплохо. А все остальное вообще пацаны сами по себе. Он станом не попал. Могли убить. Да там станом ты... Как ты вообще можешь догадаться попасть, когда Бабл идет слепую в куст? Давайте ускоримся. Его тут немножко подпушили. У Анивии есть в этом проблема. Так что это не обращайте внимания. По фарму... Даже если вы будете отставать в начале копейки, это не так страшно. Может и даже Фрогена посмотреть. Фроген даже иногда не делает. Какой иногда? Он никогда не делает 12 из 12. Я сколько его не посмотрю... Он на Аниве набирает фарм потом. В начале игры он хочет сделать там... К пятой минуте 40 фарма. Этого ему достаточно будет. Вместо там 55 фарма к пятой минуте. Конечно, Паук так ловить не желательно. Но могу отметить одно. Сейчас Ария его очень сильно харасит. И старт, наверное, неправильный по предметам. Анивия, насколько я помню. А он у нас руны... Давайте паузу нажму. Перепроверю их здесь. Перепроверю. Главное, потом экран не забыть. Включите вам снова. Перепроверю здесь руны. Потому что там в игре это не показано. Билд. Должен был взять себе фляжку усиленную. Так и взял. У него есть бисквит, который прилетает от печеньки. Фляжка усиленная. Он решил взять себе ману на линию. Вы видите. Мана кристалл. Но обычно берут просто большую фляжку. За 500 золота. И больше ничего. То есть вот как... Вот. Вредоносное зелье. Вот это вот зелье. Просто берут на линию. И все. И никаких проблем. Когда тебя захарасит где-то к пятому уровню. Очень сильно. И у тебя мана начнет заканчивать. Тогда ты летишь на базу и закупаешься. Предметы, кстати, примерно те же самые. Собирает Аневия. Здесь у нас ганг, кстати. Я не обратил внимания. И, судя по всему, наш герой тоже не обратил внимания. Потому что ганг... Давайте промотаем назад. А может там ганг был неудачно сделан? Ну что, невозможно было обратить на это внимание. Он вышел без кликов. У нас запушен герой. Начал бить. Ну, гипотетически можно было на это среагировать. Но очень тяжело. В любом случае, давайте скажем конкретно. Флэш снят, значит ганг успешен. Ну, так любой джанглер вам скажет. Ганг любой успешен, если вы просто хотя бы не умерли. Правда, он умер. Его сейчас флэша добьют, да. Но это ошибка уже джанглера. Это не виноват наш мидер. Вот эта смерть, я вам ее сегодня рассказывал в другом видео про Элизу. У него не было вижена, он пошел туда и умер. Правда, они здесь вдвоем решили убить мастера. И вроде как получится. Ой, хорошо еще. Достался дабл баф пантеона. Это вообще шикарно. Жаль, ассист не достался Грейвсу. Ну что, героя нашего. Надо, пора идти на рекол. По предметам у него сейчас 700 золота. Не очень удачно, конечно. Учитывая, что он взял себе уже этот... А, ты в каплю решил собираться? Стоп! А вот тут мне стало интересно. А интересно, потому что последние разы, когда я заходил на все эти сайты, они не игралось больше с каплей. Игралось, но очень редко, скажем прямо. И сейчас будем перепроверять. Нет, капля есть, ребят. Прошу прощения. Капля существует. То, что он ее первым собрал, не так уж и плохо. Ну, то есть я какой билд ему рекомендовать собирался, так сказать. Сейчас я пробился еще проверю. Я именно... Потому что я Фрогина недавно смотрел. Не, не, все капли собирают, да? Да, прошу прощения. Видимо, я в глаза долбился, когда я смотрел. Тогда все верно. Поэтому и надо перепроверять. Все верно. С каплей тогда и можно было стартовать. Ну, монокристалл я все равно против. С него стартовать. На 850 золота досидишь на линии со своей фляжкой. И потом бэкаешься за каплей. Никаких проблем. А на 850 золота стоит. И ману тебя будет восстанавливать. Потом руа собираешь. Либо, опять же, обессал маску. Это уже твой выбор. Пока в этой игре все зашибись у его команды. Единственная проблема, что дабл баф назад забрали. Но это все джанглер пока сливает. Я вот так смотрю краем глаза. Вижу, что джанглера у них играет не очень. Тем временем, ботлайн жестко доминирует. И все, что ему нужно сейчас делать, главному герою нашему, это выйти из подвышки и поставить ключевой контрольный вард. А ключевой вард желательно ставить вот в эту точку. Тебе нужно обратить внимание, какая линия у тебя жестче доминирует. Если у тебя все линии проигрывают, тогда ты никак не поможешь. Нужно, чтобы джанглер работал. Когда все три линии проигрывают, чаще всего это виноват джанглер. Я про это много раз говорил. Все три линии проигрывают один на один, имеется в виду. А не то, что их джанглер загангал другое. Они просто не смогли от него увернуться. Такие-то моменты тоже бывают. Вот в данном случае вард вот сюда нужно ключевой ставить пинг, чтобы отрезать роум мячью Ари. Если она будет сюда идти, ты сразу это дело увидишь. Если ты поставишь вард сюда, тебя его выбьют. Поставишь вард сюда, тебе скорее всего его выбьют. А вот здесь вот его никто трогать не будет. А если бы тебе надо было прикрывать топпера твоего, то лучше всего было бы либо сюда, либо тайный вард сюда. Этот куст очень редко кто проходит. Они симметричные, эти кусты. Но я понимаю, что до сюда добраться тяжело. На ту сторону. Но по топперу есть такое мелкое правило. Правило по вардам. Есть ролик по вардам. Его тоже можете найти легко у меня на канале. И это правило гласит, что мидер не должен ставить варды для топпера. Он должен ставить варды для ботлайна и своего джанглера. То есть он должен прикрывать вот эту точку и вот эту точку. Это все его. Это его территория. Эта территория принадлежит вашему джанглеру. Он должен ее прикрывать. Эта территория принадлежит вашему топперу. Это мы за красную сторону сейчас обсуждаем, конечно же. За синюю сторону та же самая история. Если вы за синюю, как Ария играете, эта территория, мидер должен ставить сюда вард. Сюда тоже мидер. А джанглера вот это должен контролировать. Вот так как-то уже сложилось. Так сложилось. А саппорта территории, это вот этот вард, вот этот вард. То есть вот эти точки, это все его. Поэтому, когда у вас здесь нет варда, и вы играете в лесу, это не вы виноваты. Это ваш, так скажем, недалекий мидлейнер виноват. Когда вы играете на топе, и у вас нет варда вот здесь, это не ваш джанглер виноват. Это вы виноваты, скорее всего. Ну и то же самое. Там нельзя саппорта ругать за то, что вот здесь вард не поставлен. Это мидера надо заставлять делать. Спасибо за подписку на канал. Испортили нам видео. Долго никто не подписывался. И вдруг взяли, подписались. Ну уже ролик идет, так сказать, к завершению. Мы досматриваем. А я вижу, что с лейнинг-фазой в этой игре чуть больше есть проблем. Но здесь очень агрессивно играет Ари. И за это ее уже два раза гангует. Он опять будет фэйс-чекать, да? Нет, на этот раз он догадался мне фэйс-чекать. Хорошо за Адекерри играть, никогда варды не надо ставить. Согласен с тобой. У него есть тринкеты. И по факту один бэк с пинг вардом. Все, то есть. Один пинг для лейнинг-фазы и тринкеты. Весь матч ставишь. Особо не надо заморачиваться. Чаще всего Адекерри пинг дублирует в этот трайбуш. Если там твоему джанглеру его... Не джанглеру, там твоему саппорту его выбили. И либо прикрываешь вот этот задний куст. Вот особенно вот этой команде надо вот этот куст прикрывать. Потому что у оппонентов есть Алистар. Алистар у них есть. Я имею ввиду, у них Мунда с Алистаром есть. Если бы вард здесь стоял в спине, Мунда бы прилетел. Алистар бы дал комбинацию. От Мунда они бы тупо не ушли. Он бы их закидал топорами. Ну это так. Просто мысли вслух. От пантеона этот вард бы не помог. Но пока видите, вроде джанглер помогает. И этого достаточно, чтобы не терять сильно... А вот так вот нельзя было линию. Оставлять надо было хоть джанглера попросить дальше пропушить. Это очень плохо. Но по механике я вижу, что человек наш... Он превосходит ЭТЛа. По крайней мере ЭТЛа он точно должен брать, играя за мидеров, вот которых мы увидели. Анивию и Свойна. Ну раз у него они там в приоритете. Вот Азира он давно не играл. Так бы можно было его увидеть. У него ульта появилась за счет ульты и кушки фарминца Анивии. Вообще легко она дает кушку, которая пролетает по всем крипам и потом дает ульту, и они умирают. Теперь у него есть мана и еще один предмет он себе купил. Опять мана кристалл. Может быть стоило сейчас добавить немножко здоровья и купить сначала рубик кристалл, чтобы его не шотнуло. Ария. Но вот опять мне не нравится, как он бегает. Вот посмотрите. Он типа поставил свою ульту и хочет уходить. А проще было уходить в эту сторону, кидая стан в нее. То есть чуть-чуть назад отмотаю, чтобы вы увидели. Вот смотрите. Во-первых, это уже изначально ошибка сюда давать ульту. Просто мог стоять за крипами и фармиться, а не ультой отпушивать и себя ставить в неудобное положение. Если ты нажмешь сюда ульту, ты не сможешь ее нажать сюда. Логично, да? И да, он не попал кушка. Вот в чем проблема. Я это пропустил, но он не попал кушка. И теперь не удивлюсь, что его могут убить. Его с линии прогнали. Там его теперь мастер-и начинает вылавливать. Но это... Только похвалил его за не ошибку, как он ее совершил. Флэшом все заканчивается. Мастер делает улы, но там будет Анивия с яйцом. А что? Просто куда он бежит? Что такое? Пантеон, как дела? Ну, Анивия воскресла. Может быть, Шангар этот ворвется. Ой, ё-моё. Что происходит? Ну, скажем прямо, ошибка нашей Анивии, она плохая. То есть на более высоком элле ее бы наказали, вообще безупречно наказали. Сразу бы убили, без шансов для нее. Когда тебя вот так вот ассасин начинает обходить, лучше уходи под вышку. Ну и когда у тебя есть отпушивание, вот такое, как у Анивии. У некоторых чемпионов такие заклинания есть, которые могут отпушить. Отпушить, типа Велкоза. Лучше их сохранять, чтобы отпушивать крипов вот здесь, вот в этом месте, а не здесь. Когда ты их здесь отпушишь, ты останешься голой. Какой-то фарш, да, только что было не очень. Добро пожаловать, Сильвер, да. Это было очень странно сейчас. Анивия в итоге получилась героем в этом сражении. А сейчас он вообще пошел в Ол-Ин, не попал в заклинание. Аккуратнее надо быть. У него... Я объясню, почему надо быть аккуратнее Анивия. Смотрите на ее предметы. У него есть слеза богини, это которая капля, Тир оф Годнес. И она вообще не настакана. Она даже не усилена. Не то, что не настакана, она даже не усилена. После этого у него есть еще один сапфер. И вот палка, которая дает ей 40 ability power. Давайте смотреть суммарно. Что у нас получается? 32 магреза, 60 ability power. И с комбинацией заклинаний он, не знаю, где-то в районе 800 максимум урона может нанести. Без Ignite он играет. А теперь посмотрим, что здесь у нас. Здесь у нас ботинки на пробивание. Это как раз, чтобы нивелировать твои 32 магреза. У нее будет теперь пробивание твоих 32 18. И куплена книжка, которая дает ей тоже ability power. И суммарно с Дараном у нее выходит 55. Вот и получается, что по факту ассасин все еще тебя может убить. Это хорошо, что она глупая. Ну, действительно глупая. И у нее тупо точности не хватает. И она в ботинки все же пошла первые. Она себе максимализировала пробивание, но при этом не прибавила ability power. Смотрите, сколько у нее плюс урона. Здесь плюс 19 всего лишь. Здесь плюс 17. На чарме плюс 22. И на ульте плюс 19. Цифры-то хорошие. А представьте, у нее было бы сейчас 100 ability power. А у нее могло быть 100 ability power. Если бы она не покупала ботинки. У нее бы здесь сейчас было плюс 45, плюс 45, плюс 45, плюс 45. И 4 на 45 умножьте. И умножьте 4 на 20. И вы получите то самое число. По разницу. Сейчас ей, мне кажется, не хватит урона, чтобы убить Аниви. Но вот, если бы она пошла не в эти ботинки на пробивание, она бы ее чешотала раз за разом. Аккуратнее надо играть. У нас герой как-то вот... Может быть, это после какой-то партии был в тильте. Может, он просто так всегда играет, сверхагрессивно пытается. У тебя герой, который должен аккуратненько ждать свои предметы. Ты должен дождаться свое здоровье. И каталист ты должен был купить пораньше. Это все есть сила твоего чемпиона. То, что сейчас ты делаешь, тебе везет. Вот реально тебе везет. В этой партии пока... Хороший фарм. Вот это я могу отметить. Это хорошо. Что он там? Телепорт буджет? Нет. Перематываем. Еще перематываем. Пошли клики. Вард хороший стоит. Аниви знает, что Ари спустилась вниз. Прокликала своим союзникам. Этого достаточно. Этого, в общем-то, достаточно. Ты никак помочь не сможешь, учитывая, как глубоко они ушли. Ну и тем более они сами сделали убийство. Так что все он верно делает. Там уже смещаться нет смысла. Надо просто бить эту вышку. Ну а Ари своим ромом только что уничтожила свою игру полностью. Ну, я думаю, она уничтожила покупкой ботинок свою игру, если честно. Ведь не то нажал. Хотела ее нажать. Пробивание, чтобы посмотреть, сколько у нее получается сейчас. Ну да, у нее только в 18 есть пробивание. То есть у нее больше нет никакого пробивания. Так что это было глупо. Там клики идут. Дракон, Инфернальный. Ой, это ты. Огненный. Ну, все верно. Инфернальный, да. Не оговорился я. Ну, потеряют. В соло койт не так страшно. Вот, конечно, то, что чуть быстрее Ари сюда подошла, это плохо. Ну, Ари там промахнулся всеми скиллшотами. Ну, посмотрим сейчас, наша Аниве может стать героем этого сражения. На шишки, если перепрыгнет. Нет, пока что-то ошибки какие-то идут. Стан кинул в никуда, не прицеливаясь. Прицеливаться, конечно, надо было со Станом. И ульту поставил никуда. Запутался наш герой. Его убьют, но это будет яйцо. И, я не знаю, мастер уйдет, да? Не, не ушел. Ну, такое, такое. Такое. Не очень приятное сражение. У Аниве флэш был. Можно было через стенку флэшнуться, помогать и Пантеону, и Грейсу. И до шишки можно было добраться, перепрыгнуть на Аниве. И Стан не тратить, конечно же, через стенку. Зачем кидать дальнобойные заклинания, когда можно кинуть ульту на противника или стенку на противника. И после этого кидать свои заклинания. Ты же кинешь по ним замедление, и стенка тоже очень важное заклинание для тебя. Ты должен стенкой отгораживать их отступление и давать свою ульту. Так работает это чемпи. Что происходит? Так, чую это играть. Какая-то будет странная у нас. Все, Аниве решила фармиться. Начала делать то, что должна делать. Кстати говоря, была весь матч. Только вот сейчас, наконец-то, это начала делать. Сейчас на мид надо идти, фарм отпушивать. Да, это все получается. Мне стало интересно, что произойдет дальше. Телепорт наверх на помощь своей команде. Ну, у меня уже какие-то выводы накопились. Досмотрим эту игру, и тогда мы будем пытаться дать ему советы. Те советы, которые я не давал. Сейчас кто-то меня спросит. Почему ты не расскажешь про варды? Почему я не рассказываю там про то, как правильно фризит линию? Как правильно фармится? Есть уже видео на эти темы. И главный герой наш, который вот как раз и попросил проанализировать его игру, он уже все это дело нам сказал, что посмотрел. Дайте посмотрим на красивую смерть. Прикольно. Так вот. Цвет настроения бронза. Так вот, что я буду делать за выводы. Как мне кажется, проблема нашего героя, он не умеет пользоваться телепортом. В качестве совета можно попытаться поиграть без него, раз ты все равно им пользуешься некорректно. Ты его использовал за две игры один раз правильно. Это сбэккался, чтобы купить себе каплю. Вот, в общем-то, и все. Все остальные телепорты ни разу не делал за спину полет, ни разу не делал роум на бутлайн или на мид. Ой, на топ, чтобы потом на мид вернуться через ТП. Ни разу не видел, чтобы он уходил сплит-пуш. Телепорта берется не для того, чтобы выиграть линию. А он пытается за счет телепорта выиграть линию. Ну, так, может, тогда бери хил себе, барьер или игнать на линию. Будет проще началось сражение. Ну, здесь Анивия должна быть королевой этого сражения. Просто отрезать сейчас вот этих игроков стенкой и этих всех убивать. Ну, или... Или... Что за туннельное видение? Так, может быть, на большой скорости мне покажется это не так грустно. Так, давайте большую скорость посмотрим. Нет, все еще грустно. Мастер И тут целых 2 секунды стоял в этой точке. Главный герой не отзонивал мало того, что этих игроков, так еще и не обратил внимания на мастера И. Просто попишел. Внимательный, внимательный следи. Что-то за Анивию ты как-то теряешься на карте. За Своейна гораздо лучше получалось, мне кажется. Вот сейчас я реально Сильвера вижу. А вот там я видел голд игрока. Причем голд чуть ли не Европы. Там очень хорошо за Своейна была отыграна. Анивия какая-то у тебя... Корявенькая! Ну, это, наверное, побольше игр надо просто сыграть. Анивия нормальный пик против Яса. Ясу, ты имеешь в виду? Не сказал бы. Ясу тебя будет постоянно запушивать. Ты в начале игры вообще нормально не пофармишься. А потом он может своей стенкой динайдить твой стан. И это будет неприятно. Это неприятная ситуация вообще. Ну, они выиграют, но действительно его здесь скорее закерит получается. Потому что герой сейчас просто бегает за командой союзников. И да, он Мидс, оно победил. Но гордиться этой победой я бы не стал. Это такая победа, знаете, первая победа. Где ты-то вроде бы победил на линию, но дальше ты потерялся на карте, не понимал, что делать. Сейчас, сейчас с ним нами ходят как неприкаянная такая просто прикованная даже. В общем-то, мне более-менее все ясно. Выходим из игры, потому что здесь смотреть больше нечего. Там дальше начнется лейтгейм. А лейтгейм, он ни у кого не получается, даже у прогеймеров. Давайте пойдем здесь по статистике побегаем немножко. Что у нас получается? У нас получается, что винрейт на Аниве у него хороший, и КДА довольно неплохой. То есть позиционировать-то он себя хорошо. Хотя, я думаю, это следствие того, что у Аниве просто пассивка есть, которую на низком эло никто не умеет добивать. С Вейна вообще здесь в списке нет. Хотя он на самом деле довольно хорошо у него получился в первой партии. Если он такого типа хочет чемпиона в контроль магов выбирать, то ему также очень хорошо подойдет там Велкос. Так же хорошо Райз подойдет. Так же хорошо подойдет Кассиопея, хотя для нее там определенно другая механика идет. Галлио. Я смотрю, он всех этих чемпионов как раз тестил. По контрпикам, я думаю, любой просто сайт может посмотреть, разобраться, что лучше всего убирать предметы. Чем быстрее Руа появится, чем быстрее он начнет настакиваться, тем лучше. Это я согласен. И даже иногда можно пропускать там ботинки, чтобы быстрее Руа просто купить для этих всех чемпионов. Мальзахар, это скорее вот то, что у него здесь появился. Это скорее надо с другом каким-то играть в одиночку. За Мальзахара вряд ли что-то получится делать. Начальное новело в том, что игроки не знают, что делать дальше в определенной... Да, вот я вижу, что он не знал, что делать дальше. Вот за ними он вообще просто бегал. Куда все бегут, туда и я бегу. Забывая про то, что надо фармиться дальше. То есть у тебя не закончилась игра на том, что ты там сделал 100 фарма. Она на этом не завершилась. Надо продолжать дальше пушить лени, надо продолжать дальше давить на оппонентов. Не так давить, как он пытался с Арией, помните? Забегать как-то в ее там спину. Пытаться ее убить. Не надо себе ее пытаться убивать. Давить на оппонентов паком крипов надо. Ты зачистил. Это и есть контроль маг, в этом его суть. Ты зачищаешь крипов, и ему надо дальше зачищать крипов. У него позже ход, чем у тебя. Потому что ты быстрее смог их всех продавить. Если ты хочешь играть за ассасина, играй за ассасина. Вот ассасин Ари, Лебланка. Они все открыты. Физ, Эко. Они на это Мэлло вообще будут на ура заходить. Но ты играешь за контроль мага. Контроль магии они другим занимаются. Тебе не надо убивать противника. Ты его потом убьешь, не волнуйся. Никуда он не денется. Сейчас не твоя игра, а твоя игра, когда у тебя Руана стакается. Когда ты доберешься до трех предметов, и тогда скажешь, поехали. У меня теперь есть комбинация заклинаний. За Ниви это Стенка, Кушка, Ульта, Ешка, Добивание. За... Кто там у нас еще был? Галлио. Ты смотришь, с кем вместе надо комбинироваться. Ну, здесь вот Вай есть. Вай дает Ульту. Ты прыгаешь сверху, даешь Таунт. Либо Таунт из Темноты, с Флэша. И Кушка с Ешкой добиваешь. За Свейна. Притягиваешь оппонента, кубок свой ставишь. Двойной стан. Привет, пока. И дальше через флэш забегаешь внутрь под вот этим как раз таки фейз рашем. Бегаешь, нанося максимальный урон по всем. Я понимаю, что вот в этой игре ему, скорее всего, была бы победа. То есть... Тут даже видно, ну, то, что мы вот сейчас ее пролистал. Смотрите. Это неудачная игра. Возможно, здесь какой-то один игрок ее подставил. Ну, там вроде Фьора была плохая. Но почему... А, это нормалец. Это не учитываем. Смотрим здесь. Какой-то непонятный КС-1. Можно его еще включить. Но я что-то не совсем понимаю, что это такое. 26 минут, 2-1-0. Это как можно было за КС-1 так мало сыграть в матче? Ну, вот этот вот непонятно откуда взявшийся топпер. Таких матчей не должно быть. И здесь совершенно неправильные предметы собраны. То есть, если ты выбрал линию себе мид, выбери еще, ну, для защиты самого себя парочку чемпионов на какой-то одной определенной линии. Ну, в данном случае, я вижу, у тебя есть Адекерия. Но возьми себе на Адекерии на вооружение вот Кайсу и, там, не знаю, Кейтлин. Вот у тебя есть в списке. Ну, это и так, сейчас утрировано. Я не знаю, играешь ты на Кейтлин? Нет, мы ее не смотрели. И поставь ее второй роль, и все. Ты никогда не попадешь на саппорт, ты никогда не попадешь на топ, потому что ты периодически будешь попадать на своего Адекерия. И не будет у тебя поражения здесь, не будет поражения здесь. И винрейт тогда будет не 11-9 за последние 20 игр, а будет 14-6. С 14-6 три дня так поиграешь, ну, 60 игр сыграешь, и ты уже будешь не Сильвер-3, а будешь уже Голд-3. И это у сервера. Потом чуть-чуть поднатужишься, определишься с Аниви, что делать в Медгейме, и уже превратишься в Платинуру сервера. А там уже и не за горами, можно и до Даймонда добраться. Если не захардстакаешь. Вот когда захардстакаешься, как говорится, тогда, наверное, советую тебе еще раз присмотреть те ролики, которые у меня уже записаны. Не этот ролик, этот я здесь ничего тебе подсказать даже не могу. Я просто вижу, что у тебя все хорошо. Ну, серьезно. Ты должен из Сильвера выбраться спокойно, просто играя. Да, я у тебя вижу много игр, но именно вот в данный момент я не вижу крупных ошибок, которые тебе не должны дать продвинуться из Сильвера. Тут дальше нельзя посмотреть. Ну, в течение последних 7 дней он только поднимается. Если дело в тильте, ну, заведи второй аккаунт. Как только ты почувствуешь, что ты тильтуешь, просто иди на второй аккаунт, и там его качай в нормальцах, пока 30-й не сделаешь уровень. В чем проблема? Ну, если хочется играть, а еще проще, не играй в этот момент, иди в сериальчик, посмотри. Это я тут играю постоянно, потому что мы стримим. Ну, все, ребят, какое-то затянувшееся видео. Харе, 56 минут, боже мой. Как долго? 500 рублей отрабатывали.